о новом возбудителе в рамках мониторинга за генетической структурой возбудителя. Мы, в принципе, постоянно проводим исследования, у нас сложилась хорошая платформа, хорошая работа. Всего проанализировано было более 40 тысяч результатов сиквенса. Но хочу отметить, что с момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы еще раз проанализировали всю свою базу, это 43 142 последовательности. И образцов, которые содержат мутации, соответственно, типовому набору варианта B.1.1.529 омикрон, на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено. Особенно тщательному анализу мы в первоочередном его подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и, в первую очередь, от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет. Мы усилили контроль и постоянно мониторируем ситуацию в мире. В международной базе, сегодня базе данных ГИСЭЙД, в настоящее время находятся 182 полногеномные последовательности, которые несут мутации, характерные для нового геноварианта вируса, который, собственно, по классификации ВОЗ и получил название омикрон. И он признан вариантом, который вызывает изобоченность. Напомню, что первоначально он обнаружен в Южной Африке, и самые ранние образцы датированы 9-11 ноября текущего года. 23 ноября в базу ГИСЭЙД был загружен образец последовательности из Гонконга, и 25 ноября второй образец также из Гонконга.